Казалось бы, пока еще для этих ребят не настали времена централизованных и репетиционных компаний, а потому есть время, чтобы немного отдохнуть и набраться сил. Однако это не для нас, говорят десятиклассники Брестской гимназии номер один. Как раз пришло самое время, чтобы начинать усердно готовиться к поступлению, повторять изученный материал и в то же время пополнять собственный багаж новыми знаниями. Конечно, все-таки уже начинается готовка к ЦТ в 10 классе, потому что если начинать готовиться в 11, будет достаточно сложно. Я готовлюсь, могу сказать, что не по всем предметам. Я так решила, в 10 класс одни предметы, в 11 класс другие предметы. То есть могу сказать, что в итоге все. Конечно же, десятиклассников, узнавших о возможности внедрения одного из насущных нововведений сдачи централизованного тестирования по четырем предметам, эта весть воодушевила. Во-первых, по мнению будущих выпускников, это отличный шанс иметь некоторую подстраховку в случае, если один из выбранных предметов все-таки не удастся сдать хорошо. А во-вторых, для тех, кто еще колеблется в выборе будущей специальности, это хорошая возможность провести ранжировку. Возможность хорошая, и тут она подходит для двух типов поступающих. Это те, которые выбрали один вуз определенный, и те, которые не знают, куда решиться поступать, и пока еще окончательно не приняли решение. Для тех людей, которые выбрали свой вуз, для них математика и белорусский, когда они будут сдавать два предмета, они решат, какой лучше, и, соответственно, те документы будут подавать. А для тех ребят, которые не знают, в какой университет определиться, они могут сдать по обоим предметам СТ, а потом, исходя из тех результатов, которые они написали, уже выберут вуз, в котором будет баллов больше. Во-первых, можно будет посмотреть, какие предметы идут лучше, какие хуже, и по количеству набранных баллов можно уже посмотреть, с каким предметом большее количество баллов, и поступать уже с большим количеством среднего балла в какое-нибудь высшее учебное заведение. Как еще один способ помочь абитуриентам с поступлением видят возможное нововведение и в региональном центре тестирования и профориентационной работы с молодежью. В свои же 16-17 лет не каждый старшеклассник со стопроцентной точностью сможет сказать, кем видит себя в будущем. И, кроме того, для ребят это будет еще одним отличным поводом отбросить свои волнения, которые порой становятся причиной плохих результатов по итогам экзаменов. Должны иметь выбор, на какую из специальностей пойти. Почему? Потому что некоторые из предметов ребята боятся, так скажем. Некоторые из предметов им проще сдать, некоторые тяжелее. Но, опять же, используя вот эту возможность четвертого предмета, можно будет, соответственно, выбрать какое-то определенное направление для себя и уже поступить, как говорится, в тот вуз, который будет более, может быть, предпочтительный, либо, в общем-то, по количеству баллов подойдет для абитуриента. Однако, возможность проходить централизованное тестирование по четырем предметам не единственное потенциальное нововведение. Как сообщает информационное агентство Белта, также предлагается ввести норму, обеспечивающую создание равных условий конкурса в части количества и формы проведения вступительных испытаний при поступлении на сельскохозяйственные специальности во все учреждения высшего образования и не только сельскохозяйственного профиля. Планируется также рассмотреть возможность введения нормы, предоставляющие право поступления без вступительных испытаний лицам, прошедшим обучение в профильных классах педагогического направления. Однако, пока предложения не закреплены законодательно. Мнений о том, для чего, почему и как могли бы реализовываться эти проекты, довольно много. Мы будем следить за этими изменениями и обязательно расскажем об их реализации в своих сюжетах.